Парк культуры и отдыха на протяжении многих лет является местом притяжения брещан. Многие из нас с удовольствием приходят сюда просто погулять. Благодаря удивительному природному ландшафту здесь всегда свежо и красиво. Отведать сладкой ваты или прокатиться на каруселях. Конечно, каждый выбирает то, что ему по душе. Адреналин, высокие горки или монотонное перемещение по кругу. Но, наверное, сложно представить человека, который бы никогда не поднимался ввысь на знаменитом колесе обозрения. Да, старая, такой полюбившаяся, к сожалению, и жила себя. Однако на его место пришла новая, не менее интересная конструкция. Изначально у меня была такая мечта поставить колесо обозрения. Потому что это, в принципе, он как и не детский аттракцион, и не взрослый аттракцион. Он считается аттракционом для всех возрастов. Новый аттракцион качественно отличается от своего предшественника. Конечно же, в первую очередь, внутренняя система регулирования. Колесо обозрения будет запускаться четырьмя приводами. В экстренных случаях включается соединение с другой трансформаторной подстанцией. Оно сработает при аварийном отключении основного источника питания. Изменилась и модификация кабинок. Каждый сможет выбрать степень комфорта по себе. Любители экстрима с удовольствием прокатятся в открытых кабинках. Ценители свежего воздуха будут окружены ограждениями частично. А вот семейный вариант и вовсе закрыт стеклом. Правда, это нисколько не сказывается на качестве картинки за бортом. Пока кабинки ждут своего часа на запасной площадке. Новое колесо обозрения качественно преуспело над своим предшественником и в вопросах высоты. Оно стало практически в полтора раза выше – с 28 до 40 метров. В Беларуси этот аттракцион по высоте будет уступать только столичному колесу обозрения. А вес высоты будет такой, что просто дух захватывает. 20 кабинок вместимостью 95 человек. Именно столько гостей и жители областного центра смогут подняться ввысь за один рейс. Планируется, что первые пассажиры нового аттракциона взойдут на борт уже в июле. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Буктово».